МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельской областной коллегии адвокатов и ее удельники подвели выники летней деятельности. Так само на порадку дня обрание органов адвокатского самокерования и старшини областной коллегии на ближайшие четыре годы. Дмитрий Котов с подробностями. Профессия адвоката потребует постоянного самодосконаления, как быть конкурентом с дольным базовых ведом, отриманных в университете, недостатково, уличивающий постоянные изменения в законодательстве и вовле развития сучасного громадства. У Гомельской областной коллегии адвокатов в питании развития профессийных навыков надают шмат уваги. Адвокаты удельничают в специальных семинарах, круглых столах и проходят курсы повышения квалификации. Сегодня требуется качество оказания правовых услуг. Для этого необходимо адвокату постоянно совершенствоваться, потому что без этого адвокат работать не может. И мы, как министерство Вестиции, нацеливаем, естественно, наших адвокатов на постоянное совершенствование профессиональных знаний. У состав областной коллегии адвокатов выходят 25 юридичных консультаций, размещенных у Гомеля и областных центрах. Членами коллегии изъявляются 215 человек. За минулый год ими выконано коля 35 тысяч дорученьев. Это разные виды юридичной допомоги, от консультаций грамадян до ведения администрационных и криминальных справ. А кроме того, адвокатами Гомельшины поспехово протягивает освоиваться закон об медиации. Более 40 человек в составе нашей коллегии являются медиаторами. Новое направление в адвокатской деятельности, перспективное, особенно с учетом того, что с июля нынешнего года вступает изменение закон. Появляется такой термин, как информационная встреча с медиатором, и адвокаты будут заниматься не только участием в спорах, но и их справедливым, правильным разрешением. Сегодня адвокаты Гомельшины – одна из лепших в Украине. Об этом свечут станутшие в отгуки от коллег. Я сейчас бы даже поставил гомельских адвокатов пример, как они особенно проводят правовое воспитание. Они очень достойно рассказывают гражданам о том, что на сегодняшний день очень важно своевременно обращаться к адвокату. Очень важно в самом начале договориться по всем вопросам и в дальнейшем принимать меры к соблюдению тех требований и тех договоренностей, которые были достигнуты в начале. Знаковая подея сегодняшней конференции – выборы нового совета областной коллеги адвокатов на ближайшие четыре годы. Обрана – девять человек. На посаде старшины протягнет працу Сергей Ефимович. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Региональный день якости пройшел на базе открытого акционерного товариства «Мелковита». Его удельники оценили умовы працы, организацию вытворчасти и якость продукции. Под часу встреч отбылся семинар, на якем подвяли выники работы предприемства у региона за 2019 год, вызначенные задачи на 2020. Сарат умов их поспехового выполнения – неухильный контроль и активный удел у международных выставок. Миновита якость является ключом до конкурентной сдольности любого предприемства, галины и краины. Это вопрос благосостояния коллектива, это вопрос благосостояния нации, это вопрос уровня жизни населения. И поэтому те задачи, которые предстоит нам с вами решать, это и обеспечение продовольственной безопасности, это обеспечение приемлемого уровня импорта или импортозамещения. Без ущерба уровню жизни населения может осуществляться только через производство, отечественное производство высокого уровня качественных товаров. Традиционно подчас «Дню якости» прошло узнагороджение лауреатов штугодового конкурса «Лепшие товары Республики Беларусь». У их лику 43 товары от 30 предприемцев региона. А кроме того, за поднимку высокой якости продукции вытворцев означали подзяками гомельского облаконкама. На субботнюю промоу линию с уделом старшини гомельского райвы конкома Алина Алексиной некоторую час тому потелефоновала жахарка района. Жанщина звернула увагу на необходность набыть новый ультрагуковый аппарат для гомельской центрально-городской поликлиники номер один. После обмеркования сворота у районным, городским и областным в оконавших комитетах необходные на обсталевание сродки были выдаткованы. Поликлинику наведали наши корреспонденты. Первый филиал гомельской центрально-городской поликлиники, хоть и находится в областном центре, обслуговая основным жахару района. В зоне его отказности больше, как 32 тысячи вязковцев, у тым лику 6 тысяч детей. А тому, калі на промоу телефонную линю рэвы конкама звернулась Жанщина с просьбой, да помахчу на бытці сучасного ультрагукового аппарата, адреагували оперативно. Было принято решение на уровне исполкома обратиться, обсудить данный вопрос с руководством здравоохранения города Гомеля, Гомельского района. Вопрос был поддержан на уровне областного исполнительного комитета и городского исполнительного комитета. Для поликлиники новый ультрагуковый аппарат был, саправдой, необходный. Деючий отпрацовал больше, как 10 годов. Нередкими стали выпадки, калі для отримання больше докладного диагнозу пациенты были вымушены звертаться у іншие медицинские установы. Выконать просьбу Жихарки у Гомельского района попросили депутата Национального сходу Республики Беларусь Миколая Василькова. Медик по адукации он доброведает, якое обстреливание необходное для поликлиники. По великим рахунку, становчивое выражение питания – приклад эффективного взаимодействия органов законодавчей и выконавчей улады. То взаимодействие законодательный, исполнительный, понимание проблем депутатского корпуса исполнительской власти и дало возможность приобрести вот этот на сегодняшний день аппарат, который мы имеем и используем наших диагностических, так сказать, возможностей. Финансировал областной бюджет. Сумма достаточно приличная. У ближайших планах поликлиники – оснащение працовных мест урачов компьютерным обсталяванием. Причим, одночасово с бюджетными на ГТМ этой плануется притягивать так само спонсорские сродки банков и сельско-господарших предприемствов. Увогуле оснащение медустанов с учасным обсталяванием и квалификованными кадрами становится житевой необходностью. Згодно с проектом закона об охове здоровья, який зараз обмерковывается в Палате представников, плануется увести обовязковое лицензование установ Галины. Проэцензии их работы, якость обслуговывания станет главным фактором. Этот аппарат является аппаратом высокого класса разрешения и позволяет выявлять патологические изменения в органах наших пациентов на ранней стадии. Поэтому аппарат очень нужен нашему населению, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь. Олег Синцеров, Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Брумбол, бои и блин-шоу – святошные мероприемства, присвященные масленицей, сегодня проходят в Гомеле. Подчас гуляния можно было продагуставать блины, поудельничать убегу в мешках и попробовать забраться на слуб. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова долучилась до свято. Масленичные гуляни разгорнулись и на пляцов цыколе ледового палаца. Хотя мероприемства с устроками блинами и песнями не обошлось и без других атрибутов масленицы – присмаков, викторин, народных гулянтов и забав. По сирот площадью свышается слуб, покорить его одваживаются только самые мощные и смелые. Провожали зиму гамельчане подсонечное надворье. И оно было по-соправдному весновым, что еще больше подохвачивало веселиться. Об зиме, якая соступила своей позицией, напоминал только легкий мороз. Масленичные традиции разностайны. Кожный день имел свою назву, тематику и звучай. Например, по субботах проходили заловки на вечерки. В этот день родные жениха знакомились с невестой. Масленицу в уголе добрая подстава, как заветать один до одного в гости и провести больше часа с близкими и сябрами. Мы вырошили подчеркнуться у гамельчан, что и они обычно робят в масленичный тыдень. Ой, мы очень любим масленичную неделю. Мы ходим с подругой друг к другу в гости и носим блины. У кого блиннее вкуснее, соревнуемся. Да? Да. Мы любим гулять на масленицу. Каждый год выходим. Возле ледового дворца. Танцуем, поем, веселимся. Развлекаем народ. На масленичной неделе мы работаем, делаем планы, потому что конец месяца. Но тем не менее, находим время для развлечений. И скушать блинов обязательно, конечно же. Дома не печем блины, потому что некогда, вот пришли на праздник. Ну вообще на масленичной неделе, я думаю, надо делать добрые дела. Для того, чтобы весной, проснувшись от зимней спячки, было много идей, творческих планов на добро людям и на хорошее настроение жителям центрального района. Кульминацией по традиции стало спальвание сломянного пудзела. Так гамельчане кончатково развитываются зимой. Завершается масленичный тыдень дарованной неделей. У гэтый день принято просить пробачение во всех, кого наумысно тени наумысно покрылдели. А так само рыхтоваться до великого посту. Йонор спочнется у понеделок. Вероника Хамзюкова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». 29 лютого – 60-й день года и опушний день высокосной зимы. В народе гэтая дата охутана мистикой и недоброй славой. Однако люди, наруженные 29 лютого, лечат себе особливыми и на своем прикладе готовы обвергнуть усе забабоны. Зиме сустрелась Ганна Коральчук. Верогодность на родице 29 лютого прикладна 1 до 1,5 тысяч. Таким чином в свете живет около 4 миллионов человек, чья дата на роджение тропляя на этот день. У Гомеля их около 300. Первой, которую нам удалось узнать, стала Александра Краменская. Девчина работает наставником физики и информатики в школе. Сегодня она отзначает свой шестый день на роджение. 23-24 и вот так вот, 6 лет, такой маленький ребеночек. Друзья некоторые говорят, ну давайте, вот ей вот в клуб идти нельзя, вот точно. Вот ее туда не пустят, 6 лет. А как люди реагируют, когда узнают, какие-то вопросы задают, что, ну... Не, они в большинстве случаев, они не верят, они так говорят, что серьезно, я говорю, да, могу паспорт показать, показывают. Что тычется за бабонов, про их Александра навыто не чула. Не верать у их и Валентин Молдунов, будучи гисторик и студент Мазырского педагогичного университета имя Шамякина. У их семьи 29 лютого день особливый, хлопец отзначая одно на двоих свято с братом Станиславом, який учится у Витебской ветеринарной академии. Мы дваняшки вместе родились, но внешне есть сходство, но не сильно. То, что вот эта вот маленькая особенность, она придает уверенности, это наоборот, как-то, знаете, служит таким неким стимулом, да, подпиткой такой маленькой, ты особенный, и, значит, ты что-то должен сделать больше, это тебя сподвигает что-то сделать более. Додатковый день и на угол Высокосный год иснуют, дякуючи нашей планете. Подорожа вокруг Солнца Земля здесь дня за 365 дней и еще каля 6 годин. Так за 4 годы и набегают додатковые сутки, якие подладживают наш календарь «Падруг планеты». Судовным чином с даты 29 лютого связана житя Олены Галай, доцента кафедры вагоны Белорусского державного университета транспорту. У гэтый день народилась и сама Олена, и ее мама. Такое супадение, звучайно, выкликая соправдный фурор. А редкая дата, да я махчима, светковать два дни запор. Утром 28-го начинают звонить люди, которые говорят, ну завтра же уже другой месяц, поэтому тебя хотим поздравить в феврале. А весь день 1 марта звонят люди, говорят, ну вчера же еще было 28-е февраля. Поэтому когда вот в этом году только один день, 29-го, 28-го начинается такая ломка, почему тебя никто не поздравляет, и только уже 29-го все поздравления. Но зато уже столько поздравлений. Даже те люди, которые не общались с тобой вот 4 года, они звонят и поздравляют. Какое было наше сделление, когда у Белдути знайшелся и еще один такие особливый имянинник. И он працует на одной кафедре за Леной. Кандидат техничных наук Владимир Разон лечит, что все народженные 29-го бытцем семья. А сама дата, як эликсир молодости, по полнолетии наступит только у 72. Сколько тебе лет? Ой, так это тебе совсем... Ты же еще ребенок, говорю, да? Да, если считать... Да, вот считают по дням рождения, получается, так это тебе меньше лет, чем на самом деле по паспорту. Конечно, я говорю, это же приятно. Однако под один из родильных домов батьки все еще мкнутся позбегать этого дня. А когда не вышло, записывают высокосных детей на 28-го лютого, а было значено 6-й, на 1-е соковика. Так отбылось из Анастасии Патяйчук. О своем редком дне рождения я узнала не во время своего детства, а узнала где-то примерно 8 лет. На самом деле, когда в высокосный год попадает мой день рождения, этот год для меня сложным является. Ну, это уже я по себе отметила. Но все, чего я хочу, я всегда достигаю. И все дается мне упорным трудом. Я закончила золотой медалью школу, с красным дипломом университет. Я была участницей президентского бала. Девчины переконаны, люди сами створают свой лес. И перекладывать отказность на предметы, глупства. Треба верить у себя и свои силы. Это подтверждают и астрологи. Головная характеристика этого дня – то, что солнце находится в знаке рыб. И все залежит от особистого прогноза. Так, 29 лютого этого года в целом сприяльный день. Складанности будут только в решении юридичных и финансовых питаний. Головное – не займаться самовнушением. Иначе, правда, можно притягнуть проблемы. До речи, по статисты ЦИЗАГСа, у тех, кто женился в высокосном годе, разводятся не частей за инших. А шлюба у 29 лютого заключается приклад настолько, сколько и у обычный день. Женихи жартуют, что такую годовину, правда, не забудешь. А означать можно один раз в четыре годы. Тому, по сути, высокосный год просто дарит нам один додатковый день. А каким он будет – залежит от вас. Ганна Коральчук, Игорь Марышенко, Валера Гапанько, телерадио «Компания Гомель». У Гомеля ушановили переможца у областного этапа республиканского конкурса «Энергомарафон-2019». Это уже 13-й полик у республиканский конкурс школьных проектов в Галине энергозбережения, который проводит Департамент по энергоэффективности Держстандарта Республики Беларусь. На суд компетентного жюри было представлено свыше трехсот оригинальных работ по четырех номинациях. У их лику – в Учневский проект, система адукации в учебной установе, мостатские творы и культурно-видовичное мероприемство. Усеяны просякнуты темы энергоэффективности и новоценными идеями у сферы IT-технологий. Активный отдел у конкурса приняли в учебные установы из усих районов Гомельщины. Сярод пероможца у конкурса у разных номинациях вызначилися специальные установы интернатного типа. Яны отримали достойные призы от спонсоров и грешовые сертификаты на укоронение энергосберегающих мероприемств в учебных установах. Лепший из лепших представить Гомельскую область на заключенном туры республиканского конкурса, який в этом году пройдет в Саковику в Борисове. То, что сегодня я здесь увидел, меня очень впечатлило особенно проекты практических мероприятий детей. То есть те проекты, которые они уже внедрили в жизнь, которые реализованы в их непосредственных учебных заведениях. И те знания, которые они уже получают с своих младших лет, они проносят через всю свою жизнь. Гомельская область, она удивляла неординарностью, неординарными подходами. Все время на протяжении последних 10 лет они занимают призовые первые места на республиканском конкурсе, то есть на финале. И в этом году, я уверен, уже итоги подведены. И мы ряд из ребят, которые сегодня здесь будут выступать, мы увидим на республике. И я уверен, они займут первые места. У Гомеля презентовали иллюстрованный каталог выдания у засобистой библиотеки князя Упаскевича. Урачистая первое знакомство с книгой «Пережившие 100 годзи» отбылося непосредственно в месте захования этого уникального сбора. У музея редкой книги областной библиотеки имя Ленина. Идея створения каталога с фотосдымками выданню належит директору установы Марине Рафеевой. Реализация проходила в рамках масштабного культурно-осветницкого проекта «Паскевичи и святки эпохи». У вынику отрималась соправдная новиковая праца с докладными описаниями свыше 150 книг и периодичных выданню, які стали часткой библиотеки князя Упаскевича у розные часы. У «Гэтэлик» трапили самые цікавые экземпляры сбору. Информация про кожны утрымливая разностайные датины – от формата выданья, часа и места друку до аннотации з месту. Самая рання книга датуется 1547 годом. Многие мають аутографы аутарау. Когда мы работали над каталогом, мы живее и реальнее ощутили этих замечательных людей – владельцев Гомельского имения Ивана Федоровича Паскевича. Мы поняли, насколько они ценили и любили книги. Они были настоящими библиофилами. Только книга может передать всю историю человечества, всю историю развития личности. И на самом деле личность ни одна не может сформироваться без чтения, без книг, без библиотеки. Усягот за собистого сбора князя Паскевича заховалося больше, как 6 тысяч выданев. А это значит, что работать есть начин. Специалисты выдавецкого дома «Гомельская правда», которые допомагали в особисти идею в жизни, погодилися подтримать как новые пропановы сопрационников библиотеки, так и про тяг каталога, максимально до выпуска серых выданев. Сегодня на сцене Гомельского областного драматичного театра отбудется премьера комедии «Боинг, боинг, боинг» по пьесе Марка Камалетти. Этот твор французского драматурга вошел в книгу рекордов Гиннеса, как самый демонструемый в свете, его ставили на сценах большим 60 краин. Эта перемогчимость убачить спектакль отрымал и Гомельский глядаш. Жанр вызначенный, как улетная комедия в трех рейсах. По сюжете молодой лавелас приударывает сразу за трыма стюардессами. Он планует споткание на основе расклада авиарейса у своих сябровок. Однако незавсёдые планы совпадают с реальными обставинами и уже от ады смешных ситуаций просто не позбегнуть. Режиссер постановший к спектаклю, заслуженный артист России Зураб Нанабашвили. Мне кажется, что это очень веселая история, с одной стороны. А с другой стороны, очень даже поучительная. Иногда можно всё в жизни распланировать, но не всё угадать. Потому что судьба всегда расставляет свои акценты. И комедия ли это лирическое, или комедия положения, или трагедия, или драма. Во всём есть же свой особый смысл. И мы всегда в спектаклях создаём свой особый мир. За артистами Гомельского областного драмтеатра режиссёр працует в першиню. Причём одразу над двумя спектаклями. Уже у Красавику отбудется премьера новой постановки по пьесе «Чехова. Вишневый сад». Майстерство боротьбы на татаме для всех взрослых. У Гомельском державном университете имя Франциска Скарины працует школа дзюдо Игора Макарова. Причём олимпийский чемпион сам проводит тренировки. Школу Макарова наведали наши корреспонденты. Школа Макарова у ГДУ стала четвёртой у областным центры. Ещё три функционуют у гімназии номер 46, Мяблеза Паскаля, середней школе номер 44 и Иринненской гімназии. Однако их навучают только детей во взрослёте от 4-х годов. Гэтые установы увоходят в структуру клуба под керовництвом олимпийского чемпиона. Чем больше будет таких, как я, тем будет больше у нас детей, занимающихся моим видом спорта. И с этих детей мы потом, вот с большего количества детей, мы сможем большую выборку взять, ну, которые будут останутся в профессионалах. Хороший тренер детский – это тот, который может заинтересовать ребёнка. Уговорами, примером, я не знаю, там, чем ещё угодно, ну, найти какую-то мотивацию, чтобы ребёнок остался у тебя. Не просто он пришёл и ушёл, а он остался здесь, в этом зале. То есть частичку себя тоже оставил, это очень важно. Игорь Макаров стал первым, кто укоронил клубную систему у подрыхтовцы спортсменов. Сегодня у Гомеля працуют и аж четыре подобные установы. Як отзначает чемпион, такая система допомагает выводить дзюдо на новый узровень. Клубная установа – семейный бизнес. А Лена Макарова занимается организационными и финансовыми пытаниями. Нас поборниц вы ездят разом. Мы же сидим не на трибунах, мы стоим непосредственно возле татами. И что, конечно, там эмоции зашкаливают, и руки потеют, и трясёшься, и уже даже себя, бывает, не контролируешь. И получается, что я все видео снимаю, ну, и потом размещаю там в наших группах, и всё время вот мои крики за кадром уже все знают, что это я. И я там всем что-то кричу, что-то там всех подбадриваю. Ну, и как-то, ну, мне кажется, что детям это нравится, что некоторые, ну, которые уже привыкли, ну, что всё время мы ездим, они как-то так вот даже глазами ищут, ну, вот они видят, что вроде бы, когда с ними рядом, их поддерживают, и им, может быть, это какое-то придает уверенности. А кроме клубного тренировочного процесса, Игорь Макаров консультует спортсменов с Национальной сборной Беларуси по дзюдо. У Тымлику и лидеров Гомельской в области Викторию Новикову, Ульяну Миненкову и Ягора Трухана. Усяго у сборной краины 27 дзюдоистов с нашего региона. Вероника Гамзюкова, Сергей Нигеревич, Павел Антонов. Телерадиокомпания Гомель. Гэта и инши новинны. Информацию о проектах Телерадиокомпании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. Усяго доброго и до встречи в эфире.